Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях координатор проекта «Безопасная столица» Евгений Геневшев. Здравствуйте, Евгений. Ну вот хотели поговорить о проекте и мы знаем, что прошел рейд. Да, у нас был первый рейд, но я бы хотел пару слов сказать вообще, что такое «Безопасная столица». Это автономная некоммерческая организация правоохранительной направленности. Мы фиксируем нарушение закона и передаем все это правоохранительные органы. И вот буквально неделю назад мы участвовали в рейде. Так, у нас сейчас где-то около 5.30-6 утра. За мной вот сейчас вот видите КПП, Московское управление за контролем по обороту наркотиков. Сейчас здесь готовится рейд, разъезжаются, уже разъезжаются группы по разным адресам, где будет производиться обыск и задержание. Рейд был посвящен так называемым сильнодействующим препаратам, которые отпускаются без рецептов. То есть, в общем-то, наркотические средства, которые отпускаются через аптеки, определенные аптеки. В столичном регионе раскрыли сеть псевдоаптек, где нелегально торговали сильно действующими препаратами. Как выяснилось, товар закупали через подконтрольные фирмы. 13 тысяч флаконов, 50 тысяч таблеток и капсул на общую сумму 35 миллионов рублей. В электросчетах использованы шприцы. Потянул руку, укололся, да, не дай бог, еще с чем-то, да, там, заболел, заразился. Вместе с активистами общественного движения «Безопасная столица» направляемся к аптеке, директор которой был задержан в ходе оперативных мероприятий. В их офисах и квартирах продолжаются обыски. Изъяты документации, денежные средства в сумме более 30 миллионов рублей, автомобили премиум-класса и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Вы сказали слово «контрафакты». Так эти лекарства, они контрафактные? Да. То есть, они произведены мимо кассы каким-то образом? Отдельно закупаются лекарства, это в Китае, коробки и инструкции. Все это соединяется, то есть, вот некое производство, да, и продается через... Ну, своим людям, конечно, нельзя просто было так прийти, то есть, это вот некое здание, склад, без всяких вывесок. Туда, кто знает, приезжают и им отгружают эти лекарства. То есть, все эти лекарства, они не проходят вот эту строгую Минздравовскую чистилищу? Да, да. Там, допустим, вот можно на кадрах увидеть «Виагра». «Виагра» — это вот коробки все пустые, то есть, таблетки были отдельно, инструкция на русском языке отдельно, таблетки не были произведены той компанией, которая имеет лицензии на «Виагру». «Виагра» — это «Файзер», это американская компания. Ну, это не «Файзер» произведена, это вот, в лучшем случае, пустышка, которая была произведена в Китае, ее привезли, упаковали и продали по цене, конечно же, ну, чуть дешевле, чем оригинал. Ну, то есть, это подделка китайская. Да, это китайская подделка. Это не наркотическое средство, но… Это средство не наркотическое, Евгений, но если его использовать без рецепта, зафиксировано огромное количество смертей людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые бесконтрольно употребляли для получения вожделенных удовольствий это лекарство и умирали просто. Поэтому это лекарство, оно отпускается под присмотром врача, естественно, то есть, по рекомендации врача, и обязательно оно должно быть сертифицировано, иначе вот это тоже опасно. Всё это, неизвестно, где это производилось, известно, где вот это упаковывалось и отгружалось на разные аптеки. Вот вот маленькие глазные капельки, их закупочная цена стоит 70 рублей, продавались они по 2-3 тысячи, вот так вот, ну, вот сами посчитать можете. Вот на этом складе их там было ну, там, что-то на килограммы, даже на сотни килограмм веса. Причём, это же были вот уже готовые, да, уже которых можно просто вот сейчас отгружать, а были ещё препараты, которые только готовились. Причём, вы заметьте, это юридические компании, которые оформлены, да, официально всё, у них есть лицензии на продажу лекарств, да, но не вот не сильно действующих. Вся эта структура, это несколько десятков человек. Кто-то продавал, кто-то руководил, кто-то упаковывал, были свои бухгалтера, то есть там несколько десятков человек. Были оперативные мероприятия, они длились где-то полгода. И вот мы были, как раз приехали на квартиру, сейчас вот кадры можно будет показать, это владелец одной из аптек, ну и склад, на который мы поехали потом. Так что они на квартире держались? Нет, на квартире мы приехали, там они жили, то есть это непосредственно. Ну, чтобы зафиксировать вот участника, да? Да, ну мало ли там, да, что у них, там денежные средства, на других квартирах, я знаю, на других адресах нашли денежные средства, там миллионами, да, то есть понятно, откуда они были получены. Здесь, вот на самой квартире, по первому адресу, это Леонозово было, да, ничего там такого, ну, каких-то объемов там больших не нашли. А вот когда мы потом поехали на склад сам, который там недалеко находился, вся продукция была там. Вот у нас препарат феназепам, который у нас запрещено продавать в аптеке, отдается только по рецепту. Все, это готовилось для наркозависимых граждан в реализацию в черную. Также здесь видим многочисленные коробки, плотные, забитые тропикамидом. Они также отпускаются строго по рецепту, но в данной аптеке, да, их планировали продавать все тем же наркозависимым гражданам. Мы нашли флаги и значки, которые там были не один, не два, там было несколько сотен. То есть они были упакованы и готовы были только к передаче, едва ли к продаже. Потому что это был нетипичный продукт на этом складе для этого склада. Вы сейчас говорите о символике запрещенных организаций в России, те, которые признаны экстремистскими? Да, оппозиционная организация, которая здесь признана иноагентами, и экстремистскими. То есть получается люди, которые занимаются незаконной деятельностью, да, ввозя сюда незаконно компоненты сильнодействующих веществ и организуя сеть продаж, они еще и занимались некой деятельностью по поддержке экстремистских организаций? Да, и вот помимо того, что эти флажки лежали там в пакете упакованные, в каждой аптеке есть такой уголок потребителя, который в данной аптеке был, конечно, пустой, потому что она недействующая, ну, это склад, да. И вот на этом уголке потребителя вот эти флажочки были воткнуты. То есть можно предположить, что эти люди как минимум симпатизировали вот этим движением, которое у нас зарегистрировано как экстремистские, да, и каким-то образом можно даже, ну, опять предположить, что они их каким-то финансировали образом. Судя по тому, что эти флажки не просто лежали где-то, не просто валялись. То есть они еще распространяли эту символику, получается? Тут трудно сказать, распространяли или нет, но то, что она была в таких объемах, что это не для одного человека, что это явно, ну, группе людей предназначалось. Ну, как минимум, для распространения. Тайну таинственных флажков мы в ближайшее время узнаем, когда это станет достоянием общественности после проведения следственных действий. Длительное время оперативные сотрудники, да, наверное, следственные какие-то органы, они вели разработку вот этой преступной группы. Значит, вы представляете общественную организацию в данном проекте, а зачем вообще оперативникам нужна вот такая поддержка общественников? Наши общественники участвовали в контрольных закупках. Это важно. Это аптека официально, это не сетевая аптека, это какая-то аптека, но аптека написана, вы заходите, вас лучше, скорее всего, знают там, потому что одни и те же люди. То есть правильно я понимаю, что без общественников, оперативникам было бы трудно вообще справиться с такой историей, потому что там, ну, есть определенные рамки оперативной работы, оперативники каким-то образом засвечены уже. То есть в данном случае вы являетесь такими активными участниками процесса выведения на чистую воду мерзавцев. Давайте напомним, что это все происходит в столице нашей родины, в Москве. Это не какой-то там деревне, и не среди гастарбайтеров происходит. Это в Москве все открыто, это аптеки, которые вот вы ходите, вы можете эту аптеку видеть каждый день, вот проходя мимо ее там, в вашем доме даже может быть эта аптека. Ее сразу можно заметить по очень странным людям, не очень здорового. Которые вокруг нее. Таких молодых людей, которые вот тусуются по два, по три человека, что кто-то там считает. В этот, конкретно в этот рейд, в котором мы участвовали, удар был на несердце очень сильный. Евгений, я понимаю, что вы не ответьте мне на этот вопрос, потому что, наверное, я предполагаю, что это конфиденциальная информация, но я предполагаю, что у вас в работе есть какое-то количество таких, будем говорить, проектов. Ну, если их так можно быть проектами, да. Первым делом я бы хотел поблагодарить сенатора от Москвы Инну Юрьевну Цветенко. Она оказывает огромнейшую поддержку. Она лидером является. Да, лидером безопасной столицы. И мы не только, скажем так, занимаемся аптеками. В наш интерес входит... Я понимаю, я предполагаю. В наш интерес входит такой широкий спектр. Какие же области? Ну, допустим, безопасность интернета. Да, подобного рода консолидация показала свою эффективность, потому что люди на местах, в которых свой район знают, как свои пять пальцев, они нам присылают эти сигналы, мы их со своей стороны перерабатываем, отправляем в соответствующие органы, и мы получаем вот такие результаты, как данный рейд. Мы сейчас, потому что есть тайны следствия, мы не можем некие моменты озвучить. Но придет время, и мы, когда уже пройдет следствие, будет уже суд, мы более подробно расскажем, как вообще там было все организовано. Дорогие друзья, ну вот такие вещи происходят у нас в обществе. Пишите свои комментарии. Мы хотим, чтобы вы тоже приняли горячее участие посильно, естественно, в таком образе процессах. Если у вас есть такого рода информация, мы ждем обратной связи. То, что такие люди, как наш сегодняшний Евгений, гость, он эту информацию все обрабатывает, и каким-то образом мы боремся с этими пороками общества. Субтитры создавал DimaTorzok